Всем привет! У нас хорошее утро было, до момента, пока Антон сказал, возьми, пожалуйста, другой велосипед, а не подъезд. Друг, пожалуйста, да. Чувак, зачем ты меня заставил взять это? Это сейчас модный тренд, называется Gravel. Господи. Вот, и Мирида делает реальный Gravel и байк, это не просто шоссер с широкими колесами, это реальная МТБ геометрия с бараном. Это сейчас модно, тренд, для этого поля. Я выйду из кадра, ты расскажешь больше. Потому что мне, чувак, уже не по себе. В чем особенность, грубо говоря, это МТБшная рама с бараном. В отличие от обычных шоссеров, у них идет больший рулевой стакан. Видимо, он огромный прямо здесь. Вот, что позволяет делать более прямую посадку, то есть ты сидишь не как на шоссере, а как на МТБшке. Поэтому у тебя есть баран, ты можешь брать в разных местах руль. Вот, и это очень большой плюс на поездке на долгие расстояния. Вот. Также здесь есть куча креплений. Под пляжечку три, снизу крепление под багажник на вилку. Его можно полноценно обвесить всякими сумочками и поехать в долгий трип, там, на много километров. Взять с собой спальник, палаточку, водичку, еду. Где-то заночевать, все будет хорошо. Естественно, карбоновая рама, карбоновая вилка. Вот, рама податливая, то есть перья верхние играют. Позволяет немножко делать чуть-чуть хода, там, пару миллиметров, чтобы было комфортно ехать. Ну, что еще, сам форс-трансмиссия стоит, в принципе, при топовая УСРЭМа для этих самых, для шоссеров. Ну, и надо кататься пробовать. Скажи мне, ну, мне понравится или нет? Я думаю, что нет, но... Ну, да. На самом деле, в чем особенность грейвела? Люди, которые пересаживаются с МТБ на грейл, говорят, что, типа, это отстой. Потому что они привыкли к прямому рулю, к классной посадке, хорошей управляемости. Поэтому им не заходят. Вот, ребята, которые шоссеры изначально, и хотят куда-то выехать на грунты... По-экстримить? Ну, не по-экстримить, просто выехать на грунты. Им там шоссера не хватает. У них там плохая посадка, у них узкие колеса. Вот. И они берут грейл и говорят, о, типа, круто, по нему можно валить по грунтовой дороге. В принципе, они от этого счастливы. Не знаю, правда, почему. Ну, проверим сейчас все. Буду счастлив ли я. На, проверю, поехали. Ямка была, ой, бровка была. А как передачи переключать? Так, в одну сторону я разобрался. Подожди. А, тут, типа, полчелчка. Полчелчка как-то, это, типа, на лег, на тяжелее. А полный щелчок, это, типа, наверх. Это ж надо так и свращаться. Ну, Дмитрий Игоревич едет на каком-то гревеле. Что-то это вообще непонятно все. Шоссе с большими колесами заменяется. Ну, он, конечно, едет, да. О, конечно, он, типа, быстрее, наверное. Не, ну, да, едет быстро. Ну, и ничего. О, а, осторожно, бровочка. О! Я не знаю, ребят, кому нравится такой вид велосипеда. Формат. Не знаю, как это вообще назвать. Но это просто какая-то дичь. Да, он едет хорошо по асфальту. Блядь, в любое шоссе едет хорошо по асфальту. Наверное, он хорошо едет по неровности. Я бы не очень хотел это проверять. Учитывая того, что здесь даже до тормозов не дотянуться. А с такими покрышками петушинами, тонкими, вообще шансов на жизнь нету на спусках. Что, это для меня условия? Да. Давай проверим. Ой, мама! Мама! Чуваки! Ай, камни! Мама, трясет! Черт! Ой, 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 как тормозит! А-а-а-а! Чувак! Жаль, что мы заехали туда, где людей на спуски распиливают. Теперь я еду наверх. Типа гранини о дороге. Ой, чуваки, это плохое развлечение. Я вам так скажу. Совсем мне не нравится. Фух, это так опасно. Ехать вниз по такой штуке. Настоящий грейвел. Просто до этого были какие-то камни. Типа это был не грейвел, мы вообще к кому-то деду заехали в гараж. Где фильм «Дела» видимо снимали еще. А сейчас вот этот настоящий грейвел для вот этого вот велосипеда. Типа я, ну, в раю нахожусь. Чуваки, не знаю, для кого это рай. Но такое, черт возьми, удовольствие оказаться по такому. А мало того, в Украине нет таких дорог. А вон, сори. Страшно, чувак. Держаться вот так вот и тормозить я не могу. Как можно так держаться? А вот так вот держаться, тормозить нет. И у тебя патовая ситуация получается. Очень все не так. И плюс посадка какая-то регульная. Чувак, я правильно понимаю? Мы сейчас едем по идеальным условиям грейвела. Ну, по сути, да. Это грейвел и есть. И это людям нравится? Да. Богдану и Водин, в частности. Очень нравится ему. Он бы сейчас верещал. Это особая форма садомазохизма. Чувак, это грубая форма. Садомазохизма. Тема другая, «Бред» называется. Как ты едешь на велике 600 километров по нашим украинским дорогам. Просто за сутки проезжаешь. Слушай, ну вот это вот то, что мы сейчас едем. Это специально для них создали эту тропинку? Это грейвел, типа, да? Ну, это просто такие тропинки в Германии. Там, где у нас болото, у них просто сделали грейвенные тропинки. Чтобы людям было комфортно ходить, чтобы у них было грязи нигде. Если ты заметишь, у них машины постоянно чистые. Конечно. Потому что убирают дороги хорошо. У них нет пыли в принципе. Только здесь, только здесь. Я сейчас пыль нашел. Да. Я сейчас пыль нашел. Пылил страшно. Жутко просто. Мистер Пыль вернулся. Какие были козявки после этого, блин. Пыль я вносил. Мистер Пыль вернулся на пятистал. Одно радует, природа хорошая. А грейвел, чуваки, на любителя. Я не вкусил. Видимо, потому что я до мозга костей МТБшник. Я уже говорил вчера, что грейвел тема не для МТБшников, а для шоссеров. Это шоссеры, когда садятся на грейвел, и им хочется куда-то выехать именно вне дороги, они от него кайфуют. Потому что у них привычная посадка, у них баран руль. Вот, и им кайф. А МТБшники тупо не оценяют, потому что контейнер велик гораздо больше возможностей имеет. Слушай, ну а почему бы шоссейником МТБ бы не юзать? Ну, привычная посадка, во-первых. Во-вторых, баран, можно его держать в куче разных мест. Три варианта, четыре варианта, как его держать руль. Это комфортно на дальнюю поездку. Когда там видишь на шоссе, вот. На МТБшки по прямой, там 20 км, это очень напряжно. Именно, ну, по дороге. Хочется куда-то именно деть, руки свои куда-то поставить, непонятно куда. А будет спуск такой гравины, чтобы впустить доунхилла? Да. Отлично. Отлично. Откотосил я. Ну, такое себе впечатление, честно, МТБшники не поймут эту тему. Те, кто любят путешествовать, или те, кто любят немножко погровенить, и они раньше катали шоссе, те поймут эту тему. Прикольно переключается передача. Вот один щелчок, это типа вы сбросили. Один щелчок и еще щелчок, это вы накидываете, накидываете три, там четыре звезды можно одновременно. Ну, передача можно, это тоже интересно. Прикольно сделано. Он, кстати, очень легкий. По раннику едет неплохо, тормоза, кстати, дико мощные. Хотя здесь ратараты вообще какие-то 140-ые, что ли, 150-ые, скорее всего. Очень маленькие, но тормозят вообще отлично. Ну, он легенький. Но сцепление, конечно, на таких покрышках, чуваки, его просто нету. Особенно, если вы едете по гравию комнату. Фух, ну вот такой вот гравил был мой первый опыт. Понравилось, конечно же, ставь палец вверх, подписывайся на канал, делись этим видео. Нравится гравил, ставь палец вверх, пиши в комментариях, опробовать мне или еще какой-нибудь гравил. Может быть, куда-то на нем поехать, хотя я не воссоргий от таких идей. Но, если вы попросите, я, конечно же, это сделаю ради вас. Всем пока. Слушай, а мне нравится мероприятие. Очень вкусное пиво. Да. Хороший веренький. А сосиски, ты видел какие там? А мясо? Шкварчит, сок течет уже, прямо по решетке на угли капает. Хорошее мероприятие, нам нравится. И великий супер. А, самый лучший. Best of the best of the best best. Молодцы. 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 Молодцы! Поехали! Субтитры подогнал «Симон»!